Мы должны быть смелыми для Иисуса. В этом нет ничего нового. Мы не пионеры в этой области. Это не какая-то новая идея. Мы не первое поколение, столкнувшееся с трудностями. Это не первое гонение или давление в истории. Не первый случай авторитарности, который не считается с мнением людей. Было бы очень глупо так думать. Вопрос в том, что это поколение будет с этим делать. У нас с вами двойное гражданство. Во-первых, мы живем под духовной властью, и эта власть вашей жизни вечная. Она вне времени, и она продолжится и после окончания срока годности вашего земного костюма. Со временем наши с вами тела износятся. В них запрограммирован износ. Но духовная власть перейдет вместе с вами в вечность. Наше второе гражданство связано с гражданской властью в определенной стране. У этого много разных названий, но все они примерно об одном и том же. Итак, мы живем под гражданской властью. Она временна, и это часть нынешнего мирового порядка. И мы, последователи Христа, имеем задания в обеих сферах, и в духовной, и в гражданской. И мы должны жить с постоянным осознанием этого двойного гражданства. Мы продолжаем серию проповедей о нашей стране, и это не попытка сказать, что мы лучше других. Не отсюда нас поместил Бог, и мы имеем духовное задание в этой стране. Я против тех, кто постоянно прочесывают нашу историю в поисках любых недостойных поступков, которые когда-либо совершал наш народ. Это правда. Это реальность. Я видел многое на своем веку, и считаю, что нам нужно публичное покаяние и молитву за грехи нашего народа. Но, изучая историю, я вижу, что мы не одиноки. Это, конечно же, нас не оправдывает, но мы не должны рассказывать свою историю, тогда как остальной мир молчит об этом. Мы любим немцев, но в свое время их страна совершила жуткие вещи. Не будем их трогать, потому что мне кажется, что мы делаем это слишком часто. Испанцы. В их истории тоже есть ужасные моменты. И у японцев, и у китайцев. И так можно продолжать очень долго. Я не говорю, что это нас как-то оправдывает, что неправильно представлять свою историю так, будто бы все в мире идеальные, а мы особенно испорченные. И мы можем говорить, «Боже, благослови Америку!» Но нам важно помнить о двойном гражданстве, потому что нам придется давать отчет за это. Повеление быть светом и солью связано с гражданской властью над нами. Это библейская идея. У многих людей возникает вопрос, стоит ли нам говорить о нынешних событиях. Я не знаю, как жить в вере и не делать этого. В первом послании Тимофею 2 главе сказано. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих. Итак, прежде чем молиться за что-либо, молитесь за светскую власть над вами. Так говорит Библия. Представляете? А зачем нам молиться? Дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. То есть мы должны молиться, чтобы у нас были лидеры, способствующие благочестию и чистоте. Это осознание того, что хотя мы и живем на земле, мы также граждане более высокого вечного царства, и именно это царство должно определять наши моральные ценности, где бы мы ни жили на этой земле. А вот что такое благочестие и чистота, ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который желает, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Бог не хочет, чтобы мы скрывали истину или извинялись за нее. Он желает, чтобы ее услышали все. Послание к римлянам, 13 глава. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены». Тут все четко и ясно, и вся эта глава говорит о том, что хотя мы принадлежим другому царству, здесь мы живем под гражданской властью, и мы ответственны быть светом и солью при этой власти. «Правительство не приносит свободы, она приходит от Бога». Друзья, даже некоторые в церкви стали идолопоклонниками. Мы решили, что наше будущее под защитой и благодаря нашему гражданству здесь. Да, я очень благодарен Богу за эту страну, но я не думаю, что эта страна мой источник. У меня есть задание — быть хорошим гражданином и этой страны, и Царство Божьего. Церкви нужно проснуться. Нам важно понимать, что духовная власть в вашей жизни не определяется вашим полом, расой или национальностей. У нее совсем другое происхождение. Если вы сделали Иисуса Христа своим Господом и служите Ему как своему царю, то так вы входите в Царство Божие. В Нем нужно родиться. В Нем нужно родиться. К Нему нельзя присоединиться или проникнуть туда тайком. Даже пребывание в этом здании не сделает вас гражданином Царства Божьего. Также одно только пребывание в нашей стране не сделает вас ее гражданином. Для этого есть специальная правовая процедура. Также и для входа в Царство Божие существует своя правовая процедура. Вам нужно родиться заново. В римлянам сказано, как именно происходит это духовное рождение. Если вы поверите в своем сердце и исповедуете своими устами, что Иисус Господь, то с вами произойдет нечто сверхъестественное. Вы родитесь в Царство Божие. И это не имеет никакого отношения к выбору церкви или деноминации. Это уже дело вкуса. Я не говорю, что церковь – это плохо. Я лишь говорю, что ее посещение не делает вас гражданином Царства Божьего. Многие из нас привыкли больше превозносить свои личные предпочтения, чем царя. Иисус – глава церкви. Это очень важно понимать. Если вы никогда не принимали этого решения, над вашей жизнью все равно есть духовная власть. И это тоже важно понимать. Духовная власть есть над жизнью всех людей, с которыми вы соприкасаетесь в жизни. И эта власть определяет их вечность. А если они не приняли осознанное решение служить Иисусу, как своему Господу, не просто повторили молитву покаяния, а подчинили свою жизнь власти Царства Божьего, тогда они живут под другой духовной властью, под властью царства тьмы. Так говорит Библия. Я вам не угрожаю, а осведомляю вас. Итак, Иоанна, 8 глава. Иисус в Иерусалиме, и Он общается с ортодоксальными евреями. Эти люди в завете с Богом, они соблюдают нужные праздники, читают Писание, приносят жертвы, у них стоят галочки напротив всех видов религиозной деятельности. И они уверены, что они правы. Кстати, самая сильная форма самообмана – это духовный самообман. Если вы самоуверены, то вы очень уязвимы. Послушайте, что говорит Иисус. Вы принадлежите вашему отцу, дьяволу. Он говорит это не римским солдатам. Он не на приеме у Пилата, римского губернатора в Иудее. Он говорит с еврейскими, религиозными лидерами. «Вы принадлежите отцу вашему дьяволу и хотите исполнить желание вашего отца. Он от начала был человека-убийцей и не устоял в истине, потому что в нем нет никакой истины. Когда он лжет, то делает то, что ему свойственным, потому что он лжец и отец лжи». Тут Иисус описывает совсем другое царство и говорит очень религиозным людям, что они живут под властью царствовать смы. Я понимаю, что нам нужно зарабатывать на жизнь, и у нас есть ответственность перед семьей. Я знаю, что у вас много обязанностей, я это понимаю. Но все эти обязанности должны быть на порядок ниже задания, которые мы получили от нашего Творца, нести благую весть окружающим. С нас потом спросят за это. Всем придется отчитаться. Я говорю не просто о благовестии, а о том, чтобы вести свою жизнь так, чтобы по ней было видно, что вы выбираете принципы Царства Божьего. И это не всегда связано с гражданской властью, потому что не все, что разрешено нашим государством, является благочестивым. Христиане говорят, «Но это разрешено законом». Этот аргумент вам не поможет при встрече с боссом. Это его не убедит. У нас есть пожизненное задание. Быть светом в этом мире. И это не обязательно значит, что вы должны проповедовать посреди улицы. Я люблю эту страну, но на первом месте у меня всегда должно быть желание угодить Богу. На нас лежит ответственность отстаивать принципы Царства Божьего. А еще есть праздники или священные дни, и я хотел бы поговорить о них. Праздники — это всего лишь измененная или искаженная форма священных дней. Изначально праздниками были только святые дни. К примеру, всего через несколько дней мы будем отмечать День Благодарения. Это национальный праздник, когда мы благодарим Бога. То есть это время. Благодарение Бога. Вы же слышали о Дне Благодарения. Не так ли? Хорошо. Просто хотел убедиться. Если мы не понимаем, что у нас двойное гражданство, и что мы, и под гражданской, и под более сильной духовной властью, и когда я думаю о праздниках или священных днях, которые грядут, мне нужно думать о них в контексте и той, и той власти. Смысл Благодарения не в объедании, не в том, чтобы смотреть футбол и при этом критиковать спортсменов. Это имеет место быть, да. Но суть в том, что это праздник Благодарения. Недавно мы говорили с вами о нытье и жалобах. В этот день забудьте о них. Я понимаю, что некоторые из вас проведут этот день в подготовке, в магазинах, за покупками или путешествуя. Ну, подготовьтесь к сезону Благодарения. И было бы правильно уделить время тому, чтобы поблагодарить Господа. После Благодарения будет время, когда мы будем честовать нашего Царя. Я о Рождестве. Я понимаю, что это выходные и каникулы в школе. И понимаю, что мирские люди будут вмешиваться во все, но они не могут влезть туда, куда их не пускают. Они не могут диктовать нам, как нам праздновать, или как сильно мы можем радоваться. Когда они сказали, «Не выставляете на площадь Девертеп», мы ответили, «Хорошо». Похоже на то, как недавно они сказали нам «Позакрывать церкви». Да, мы вкладываем в Рождество. Мы покупаем подарки и обмениваемся ими. Но уловка мирского Рождества в том, что я, конечно, праздную, но истинное значение праздника меня не волнует. Я переживаю о том, чтобы церковь не забыла, что это время, когда мы приветствуем нашего Царя, Эммануила, Бога с нами. Друзья, мы не одни. Перед нами реальные проблемы и вызовы. Затем идет время нового начала. Новый год по-нашему. Это не совсем религиозный праздник, но выбор всегда за нами. Я не собираюсь соглашаться с тем, что празднование Нового года — это всего лишь пьяная гулянка. Зачем нам уступать и превращать начало Нового года в безбожную языческую пьянку? В этом виновен не кто-то другой. Я думаю, что несколько месяцев назад было то потрясение, потому что мы решили отдать наши праздники на обсуждение. Мы поговорим об этом детальнее, но самое важное, чтобы мы смотрели на праздники с Божьей перспективы. Для нас это святые дни, и мы будем их праздновать. Хочу дать вам праздничную инструкцию для возрастания в Господе. Готовы? Мысли будут очень простые. Перед Днем Благодарение. Вы будете ходить за покупками, готовиться, готовить, убирать. Найдите время, чтобы осознанно поблагодарить Бога в предвкушении этого праздника. Начните уже сейчас. Составьте список людей, вещей и того, что Господь сделал для вас. Превратите это в недельное празднование Божьей благости. Если вы вспомните о том, что принесло вам боль, стресс, или было неуместным по отношению к Богу или к вам, то простите. Простите. Не злитесь. Не несите злость, обиду, ненависть и горечь дальше. Не ожидайте, пока кто-то сделает что-то или скажет нечто. Нет, Господь, я их отпускаю. Правда в том, что на каждом семейном древе есть те еще фрукты. Но все зависит от того, как на это посмотреть. Что касается благодарения, то я рад, что у вас есть любимая еда, семейные традиции и так далее. Но все это второстепенно. Это не только американский праздник. Мы не единственные, кто это отмечает. Но есть что-то уникальное в том, как именно мы отмечаем. Все мои друзья из других стран больше всего хотели бы увидеть, как у нас празднуют именно День Благодарения. Они хотят попробовать индейку и начинку, ореховый пирог или тыквенно-ореховый пирог, или что вы там делаете с тыквой и орехами. Они видели этот праздник в фильмах и хотели бы в нем поучаствовать. А вы правда смотрите футбол? Да, пока не усну. Разработайте план на День Благодарения, который будет больше, чем просто меню. Потратьте на это время. Выбор всегда за вами. А еще не ешьте праздничный обед без выражения благодарности. Если не вы это решаете, то вы можете выйти в сад или взять кого-нибудь с собой и просто, ну, неважно, как, но внесите Бога в этот праздник. А после этого у нас будет целый месяц подготовки к празднику принятия нашего царя. И это должно быть что-то большее, чем просто выходные или каникулы, шоппинг и выбор подарков для себя и для других. В Евангелии от Матфея, 16 главе, Иисус находится с учениками в Кесарии Филипповой. Это город на севере Израиля, у устья реки Иордан. И именно там Петр раньше других учеников признал, что Иисус Мессия. Иисус спросил, за кого люди почитают меня? Ученики ответили, одни говорят, что ты Иоанн Креститель, другие, что Илья, а третьи, что Иеремия, или один из других пророков. А вы кем считаете меня? И Петр ответил, ты Христос, Сын Живого Бога. А вот что на это сказал Ему Иисус, блажен ты, Симон, Сын Ионы, потому что это было открыто тебе не людьми, а Моим Небесным Отцом. Чем больше я живу с Богом, тем больше понимаю, что мы узнаем Иисуса через откровение. То, что я знаю о Нем, я получил не в результате изучения, хотя я сторонник изучения. Бог открывается нам. А открывается Он тем, кто Его ищет. Это может выглядеть по-разному, но если вы будете каждый день уделять Ему всего несколько минут, скажите, Господь, приближается декабрь, и я хотел бы посвятить этот месяц Тебе. Дай мне откровение об Иисусе. Мы живем в беспокойном мире. Если вы думаете, что политики смогут все исправить, то вы себя обманываете. Только сила Божия способна защитить наших детей. А затем будет праздник нового начала или Новый год. Приближается 22-й год. Я предлагаю вам готовиться к празднованию этого дня не так, как это делают язычники. Я не против спорта или того, что он помогает нам отвлечься. Я не против сборов с друзьями, но предлагаю вам начать этот год так, чтобы почтить Господа. Сделайте так, что если бы Иисус пришел к вам на праздник, вам бы не было неловко, и не нужно было бы ничего Ему объяснять. Хотелось бы, чтобы вы были рады Его видеть. Мы немного непоследовательны. Мы молимся «Гряди, Господь!», а потом занимаемся такими вещами, что надеемся, что Он все же не придет, хотя бы прямо сейчас. Нет, я не предлагаю вам в этот день приходить в церковь, не сваливайте это время на меня одного. Я провел очень много собраний, и не на каждом из них я видел вас. Ничего страшного, нам и так не всегда хватает на всех местах. Но начните думать о том, как отпраздновать Новый год так, чтобы почтить Господа. В послании к Колосинам, 1 главе, 12 стихе сказано, «Благодарите Отца, Который сделал вас достойными получить часть в наследии святых во свете. Он избавил нас от власти тьмы и ввел нас в царство своего любимого Сына, через жертвенную смерть которого мы обрели искупление и прощение грехов». Тут говорится о духовном царстве, которому вы принадлежите, если вы последователь Христа. Это перечень невероятных вещей, за которые следует благодарить Бога. Вот что нужно отмечать в Новом году, несмотря на беззаконие, обман и пропаганду, несмотря на все причины для стресса и разочарования. Нам есть, что отмечать, что выше временных вещей. Тут сказано, что Он сделал нас достойными разделить наследие святых. Это мы не заработали, не купили и не заслужили. Бог сделал нас достойными через кровь Своего Сына. Думаю, нам стоит это отметить. Затем сказано, что Он избавил нас от власти тьмы. Когда-то мы были под властью этого духовного царства, и так должно было быть вечно. Мы были подданными этого царства и были не в силах одолеть его ни силой воли, ни огромными усилиями. Нам нужна была сила побольше. И Бог избавил нас от власти тьмы. А потом Он перевел нас в царство Своего Сына. Он вывел нас из египетского рабства, не для того, чтобы оставить нас на другом берегу Красного моря. Он приготовил для нас другое место, царство Его Сына. Также сказано, что мы обрели искупление. Искупление — это технический термин в Библии, означающий, что вас выкупили. Если буквально, то мы были выкуплены из рабства. Мы не могли сделать этого сами. А еще мы получили прощение грехов. Вот это да! Вот причина для празднования. На такой праздник вы можете пригласить всех ваших друзей. И расскажите им свою историю об этом. Пригласите также нескольких христиан и озадачьте их тем, что можно развлекать гостей не только мирскими разговорами. Мы церковь, но мы слишком сильно погрязли в этом мире. Мы думаем, как оказались в такой ситуации? Наши города полны насилия. Наши границы открыты. Мы стали банкротами финансово и морально. Мы хотим обвинить кого-то в этом, но винить некого. Это вина церкви. Впереди у нас целый сезон праздников, священных дней, когда мы можем благодарить, славить царя и готовиться к Новому году. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Привет, это пастор Аллен. Я хочу поблагодарить вас. Спасибо за ваши молитвы, за ваши сообщения, за вашу щедрую поддержку. Для меня честь вместе с вами в это время превозносить имя Иисуса. Это привилегия для всей команды нашего служения. Я верю, что мы живем в очень важное время в истории церкви. Бог сотрясает эту землю, и мы видим доказательства всего этого по всему миру. Перед нашей нацией возникают беспрецедентные вызовы, а также экономические трудности. Наши границы открыты, в политике путаница. Наш народ разделился так, как никогда. И посреди всего этого есть огромная нужда в истине. Мы не знаем, кому можно доверяться. Основания уходят у нас из-под ног. И в это время Божия истина важна, как никогда. Роль церкви, я говорю не о конкретной церкви или деноминации, а о церкви с большой буквы. Люди Божии должны принять истину Божию и смело провозглашать ее в это время. Это изменит наше будущее. Спасибо за то, что стоите вместе с нами в это время. Нам это очень ценно. Щедрый друг нашего служения сделал нам интересное финансовое предложение. Он пообещал удвоить каждый доллар, который будет посеян в это служение до Нового года. Благодаря этому в 22-м году мы сможем нести Евангелие еще дальше. Весь этот год у нас были новые возможности, и мы приходили в новые города через радио, телевидение и печатное издание. Мы пытались реагировать на изменения вокруг нас верой и смелостью, но думаю, что мы еще не закончили. Только измененные Богом сердца людей принесут нам хорошее будущее. И вместе мы можем быть с партнерами и следить за тем, как имя Иисуса превозносится. Заранее благодарю вас за вашу щедрость, за ваши молитвы и за вашу поддержку. Пусть имя Иисуса вознесется над нашей страной. Каждое пожертвование, отправленное нам, будет удвоено нашим спонсорам. А если вы пожертвуете более 60 долларов, в знак нашей признательности мы пришлем вам эту прекрасную Библию в кожаном переплете. Эта Библия в английском стандартном переводе сделана так, что ее легко читать, а также в ней содержится годовой план чтения Библии. Широкие поля идеально подойдут для ваших пометок, сделанных во время вашего ежедневного чтения. Помогите нам удвоить наше влияние. Более детальную информацию вы получите, позвонив нам или посетив наш веб-сайт. Спасибо за вашу поддержку служения Аллена Джексона. Вместе мы меняем этот мир. Многие из вас лично посетили служение пастора Аллена Джексона и церкви World Outreach в Миддл-Теннесси. Мы вдохновлены тем, что вы приезжаете к нам и свидетельствуете, и тем, что мы можем вместе поклоняться Господу. Если вы планируете к нам приехать, мы поможем вам спланировать вашу поездку. Зайдите в раздел «Визит» на нашем сайте, и вы найдете там информацию о гостиницах, времени проведения служений и о том, как нам легче добраться. Сообщите, когда вы планируете приехать. Мы хотим вручить вам подарок от пастора Аллена и сообщить, будет ли он проповедовать в день вашего приезда. До или после служения вы можете погулять по территории церкви, посетить нашу книжную лавку, попить кофе или отдохнуть. Зайдите на сайт и сообщите нам о вашем визите. Субтитры создавал DimaTorzok